Это Адольф Гитлер. Не узнали? Да, здесь его трудно узнать. Это фотография еще времен Первой мировой войны. Фюрер участвовал в ней добровольцем. Это он же через 10 лет в окружении соратников по партии. Глаза горят, рука выступления вскинута вверх. Тут уж ошибиться невозможно. Вот здесь фюрер со своей овчаркой Блонди. Здесь Сьявый Браун. Улыбается. А вот его знаменитая фотография на трибуне. Я был там. Стоял так близко, что мог различить капли пота на лбу у фюрера. Но обо всем по порядку. В Германии я жил с документами на имя Герхарда Майера, штандартенфюрера СС. Меня внедрили в тайную полицию Рейха, гестапо, в 1936 году. Семь лет я исправно трудился на благо Третьего Рейха и зарабатывал себе безупречную репутацию, чтобы в 44-м, в день освобождения Минска, получить короткий приказ. Убить Адольфа Гитлера. Сейчас, когда я листаю этот старый потрепанный дневник, к которому я не прикасался уже несколько лет, я задаю себе вопрос. Зачем понадобилась Сталину эта смерть, если смена власти в Германии могла спровоцировать разрыв между союзниками по коалиции? Думал ли отец народов о тысячах русских заключенных в немецких лагерях смерти? Или имел свою особую точку зрения на планы генерального штаба Третьего Рейха? Ведь фюрер после разгрома в Курской битве с потрясающим постоянством предпринимал бессмысленные контратаки и отправлял в бой все новые и новые батальоны солдат, обрекая их на верную смерть. Так знал ли уже тогда генералиссимус Советского Союза, что за козырь скрывается в рукаве Гитлера, совершающего одно безумство за другим? Могу сказать лишь одно. Решение, принятое тем летом в Кремле, оказалось для мира судьбоносным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова